Всем привет! Меня зовут Сергей Табачников. И пати-хат, как говорится, это как пицца-хат, только пати-хат. Пицца-хат 600 евро мне, пожалуйста, на счет. До обеда сегодня пришлите, потому что после обеда мне уже нужно будет ехать на Ленинский проспект к другу забирать. А сегодня я хотел бы поделиться с вами секретом, который называется Вами Рикошет от Digitec. Ребята из компании Digitec прислали мне эту штуковину еще в январе. И я должен был сделать обзор, сколько получается, 8 месяцев назад. В моей истории это самая, самая долгая пауза, которую я когда-либо выдерживал. Тем не менее, не хотел чистить, знаете ли. Скорее всего, конечно, если вы смотрите это видео, они уже меня ебанули и я лежу в реке. Но, напоследок, я готов рассказать вам всю правду. Ведь у меня ебучий магазин на диване. Посмотрите на меня. Я просто торгую, у меня даже стол есть. Здесь крупными буквами написано Digitec. Если ты смотришь это, значит ты любишь Digitec. Купите Digitec. Камера, все дела, фломастеры. Первое, что я хочу отметить, что я всю жизнь играл, ну как всю жизнь, пару месяцев и несколько лет, на Digitec вами 4, квадро. Что меня бесило? Во-первых, она была больше, она была тяжелее. И у нее было наиупоротейшее питание. Я такого жутчайшего питания никогда не встречал. 9 вольт переменного тока 1200 мА. Где я должен был взять такой блок, я просто не знаю. Это чудовищно. Тем не менее. А, ну конечно же, там еще был бухер, причем не самый крутой. Не было трубайпаса. Поэтому в новой версии они все улучшили. И первое, что я... В жопу трубайпас, пацаны. Первое, что я сделал, это померил ток. Потому что они припилили сюда общечеловеческое православное питание. 9 вольт постоянного тока в центре минус. Ну обычное, боссообразное питание. В инструкции написано 265 мА. Но это пиковое значение. А мы с вами сейчас возьмем... Где же она вторая? И замерим прямо сейчас. Мы сейчас зажгли вами. 200 мА. 210. 200 мА. 200-210. В общем, 265 мА они пишут с некоторой перестраховкой. Нормально. Нравится. То есть, не какие-то там 500. 427. Какие есть у жутчайших цифровых примочек. А 200 мА это очень крутой результат. Померим другую. 200 мА. Отвечаю. 220. Господи. 220. В напряжении. Что сказать? 200-220 роли никакой не играют. Поэтому можно сказать, что около 200. Ну, если вы будете брать с запасом 250 мА, то все будет идеально. И это очень круто. Это действительно то, чего я так хотел. Простое общечеловеческое питание. Уберем. Оно нам больше не понадобится. Что же тут я натворил такого? Это тоже не надо. Вот, к слову, замечу. Может быть и потому, что стоит дешевле. Может быть, потому что размер компактный. Вот в такой вот коробке, в такой вот коробке подается примоча. Но, как понятно, в комплекте не идет блок питания. Зато идет офигенно упоротый чувак. Пиу, пиу, пиу. Из пистолета рубит. И какие-то буквы там. Я немецкий учил. Я хуй его знаю. Так. Гитару. Я, смотрите, что достал из чулана. Фербанес. Мгновенно, совершенно запаял сюда звукосниматели. Это два Фокина. Ход С. В ход С. И чисто на пробу решил попробовать хамбакер Синьор Дункан ТБ-14. Кажется так. Или 16. Типа Паф Он Стероидс. Так называется. Кастом. 59 кастом. Короче, он черный. И звучит очень серединисто. И очень мощно. Это очень странно. Давайте попробуем. Все выключено. Как играет? Вот это хамбакер. Обратите внимание на громкость. И сингл. Ну и ладно. Ладненько, так сказать. Что я хочу отметить? Давайте взглянем подробно на приборную панель. Этой штуки мы уже смотрели. Можете поискать обзор. Я делал. А здесь у нас регуляторы. В первую очередь это режим. Насколько это делает? Двушечка, четверка, пятерка, семерка, октава, две октавы. И режим октавера. Вниз или вверх. И тут самое интересное. Моментари. Что такое моментари? Если моментари off, то я или включаю, или выключаю. Если моментари on, то если я держу, то она работает. Отпуская кнопку, она не работает. И здесь, дорогие друзья, вы не могли не заметить некоторую плавность въезда и выезда. У меня однажды была питч-форк, питч-форк, электрогармонь. И так там скорость подъезда и выезда, ну несмотря на то, что она звучит просто как кусок говна, подъезды и выезды тоже регулировали. С помощью педали экспрессии, то есть скорость можно было менять, Digitec поступили гораздо более приятным образом. Они разместили просто поц сверху. Сверху. Причем, есть скорость подъезда и выезда. Снизу находится ретерн. Ну-ка, если в середину. Сверху, соответственно, атака. Но не нужно ждать в таких примочках, не нужно ждать конца действия. То есть иными словами, чтобы было очевидно, я сделаю побольше время. Вот где-то так. То есть вы видите, я нажимаю в нужный момент и хожу только... Например, поставлю время побольше и октаву. Сверху, удар pensa по прямой мне – ну-ка, ты забол partly etme mouse. ну тип пластинку заживала в целом неплохо мне нравится но мы здесь собрались за другим за реальным предназначением давайте немножко цифр я скачал инструкцию и там написано две инструкции что вот это хреновина работает 44 100 килогерц вернее но вы поняли 44 100 24 бита и с полным диапазоном 20 20 по моему так даже а вот эта штуковина вне зависимости от режима classic или черт не знаю может они подвергают но остается только верить вами рикошет написано черным по белому что режим кстати я забыл отметить здесь это не ярко выражена но в ней тоже есть режимы полифонические и классические сейчас покажу как переключать но смысл в том что в классическом режиме она работает в сорок четыре сто и диапазон от 20 до 16 килогерц а в полифоническом режиме она работает в 22 килогерца а частота дискретизации то есть в два раза режет и верхушку тоже срезает до 11 да я чё помню что сейчас да точнее 22 килогерца и диапазона 20 герц до 11 килогерц то есть в полифоническом режиме все пополам и дискретизация и вверх потому что видимо она маленькая не может не может справиться хотя я разбирал большую и знать там столько деталей но я уверен там много лишних просто уверен слишком много поэтому давайте попробуем выставить одинаковые параметры и по и сравнить и есть ли ризом потому что весит всего в 19 раз меньше и это было бы просто нереально круто если бы они звучали одинаково и я бы мог с собой возить реку рикушент значит я выставляю режим классик а да забыл показать значит что нас сделать положить медиатор поставить моментарий в режим of нажать кнопку и ждать 3 секунды один два три и здесь загорелась очень логично сделано 1 лампочка это одна струна значит моно 6 лампочек 6 струн значит полифоник 7 струнные 8 струнные 9 струнные дрочеры после сити же значит мы используем классический режим скажем вверх одна октава вверх классический режим классический режим одна октава вверх на что мы обращаем внимание с вами во первых три составляющие первое задержка есть ли задержка а как вы ее определите почти никак потому что я играю по струнам а у вас только там идет проект придется мне довериться ведь я человек неподкупный второе это детальность и третье это яркость давайте начнем с большой когда играю божественную квинту то он хорошо справляется идеальный интервал как только начинаю поддавать джастику все все сходит с ума мелкая не знаю я не вижу разницы ладно ладно есть есть в большой чуть больше детальность детали именно детали это слегка размылили на и 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 Как-то не православно. Другой блок поставить. Да, видите? Так работает, что-то, видимо, в большой какая-то защита стоит от неправильного питания, я поменял местами. Сейчас рикошет питается от оригинального адаптера, который был в комплекте с большой, а большая питается от блока питания с маркировкой Lines X, ну Lines X никогда не славились хорошими продуктами, черт возьми. Уж я-то слышал, тваш Хеликс. Давайте еще раз, что я хотел сделать. А, поиграть на... А, поиграть на... Вот в питч-форк был очень схож результат с рикошетом, но рикошет гораздо лучше. Он между питч-форк и большой вами стоит. Из-за того, что меньше детальность, звук становится чуть более размыт. Но, если с другой стороны посмотреть на это, то звук становится просто объемнее, больше. Обратите внимание еще раз, что у рикошета он как бы уже раздут, типа с ревером, с грязью дополнительной. А у большой все очень стерильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще не то, что я сказал. Вот абсолютно не то. Поэтому слушать меня, как говорится, обзоры мои смотреть. Просто сходите в магазин и послушайте сами. Не знаю. Возможно, это психосоматическое влияние препаратов дигитечных. Возможно, они действительно различаются. Давайте, знаете, что сделаем? Занизим. Пять. Пять с минусом. 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 явно слышно когда мы переставили вниз у рикошета есть буст в точности такой же как и был у электрогармонии еще раз нет никакого буста и я просто засыпался нет никакого буста видимо party hat поэтому давайте продолжим сделаем вид что этого не было перейдем в режим аккорда здесь одним движением здесь не один нажимаю 3 секунды режим аккорда показалось после того что было у меня минус 5 показалось что это мое стандартными так звучит я думаю это плюс 5 а а ну типа большого чуть-чуть побольше детальности но но не сильно давайте на чистом звуке попробуем сделать наверх давайте попробуем октавер я здесь вообще-то ради октавера все остальное фуфил мы находимся в режиме черт октавер наверх и Субтитры создавал DimaTorzok Yes, yes of course Вот здесь на чистом звуке явно прослеживается, что детальность в большой гораздо больше На режиме черт, как раз когда здесь срезается И это реально так же размылено, как в электрогармонии Это неплохо А еще хотите прикол покажу? Я умею включать шиммер с помощью щелчка Такой шиммер Точно так же он выключается Казалось бы идеальное изобретение, но Мне нужно отрываться от гитары Не могу хлопнуть ногой по полу Не могу ничем сделать Только щелчок левой руки работает Приходится постоянно отрываться, не очень удобно Надеюсь, что технологию доработают Почему неплохо? Что это немножко замылено Потому что это октавер И в рамках октавера я хочу, чтобы мой сигнал оригинальный был максимально четкий И к нему дорисовывалась бы некоторая аура А если и дорисованный сигнал Сверхаккуратный, сверхчеткий То они, возможно, начнут друг другу мешать Но, вспоминая те 254 эпизода Когда я вам напиздел То, возможно, что и в этот раз я немножко ошибаюсь Но чистый звук чистым звуком Звук чистым звуком Девчонки 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 Классик Классик Девчонки Классик Девчонки Девчонки вообще плевать вот по мне что то что то оба круто я не вижу ради возможно там какой-нибудь звукорежиссер скажет что 15 15 500 герц проработан вот здесь лучше поэтому будет записывать ее а потом срежем вверх до 7 килогерц пидор поэтому давайте еще раз как следует развлечемся с момента ли здесь тоже написано трубой пас как и здесь но в инструкции есть некоторое дополнение а именно когда момента ревов вкл или выкл мы здесь ощущаем некоторый щелчок здесь тоже есть здесь ног сильнее то это трубой пас в то время как моменты он когда нажал работать отпустил не работает чтобы не было вот этого дурацкого щелчка включается режим буфера что неплохо хороший буфер всему голова а именно я бы знаете что хотел попробовать включу на максимум будет такой риф это чертовски удобно особенно что время подъезда выезда регулируется и она раз но якобы Продолжение следует... 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 То Саша, то Вася поют отребье шоу-бизнеса. Поют там всякую хуету. И они себе обожрутся мискали на тех работники клуба. И обычно уши себе отрезают. Тысячу раз такое виду. Поэтому играй, не играй, все равно не дадут. В баре выпить. О чем я? Просто подложу красную. Ты еще раз посмотри. Еще раз посмотри, подумай. Японская примочка хорошая. Значит, Digitec, Ricochet, Вами. Это Octaver, и они работают очень круто. С вами был Сергей Табачников. Мы играли на гитаре Herbanes за 12 тысяч рублей. Звукосниматель и Фокин. Я играл в голову мясо-боги стилета. Через 2. 4 на 12. До следующего встречи. Пати хат.